Теперь, раз уж упомянули мою академику, Сейчас, секунду, итак, вот это я специально выделил, везде, где вы видите массу 35 грамм, это значит, что берется очередной, это учеба, очередной сайт, один к одному перетирается из книги самого академика Казьмина, Ну, это уже после него, уже тут, поработали над этим, вот, а вот это как бы, когда вы эти 355, значит, оттуда, то есть сами они к этому отношению не имеются, конечно, они его никогда не только не видели, кроме моей фотографии, и не пробовали, и не видели, но звучит круто, да, смотрим дальше, внимание, я хочу, чтобы многие из вас, особенно новички, Я говорю, оно же потом так, потом рассоединяется этот вебинар на части, там добавятся зрители, потом он попадает с помощью Павла Троценко в Яндекс.Дзен, там тоже зрители, вот, уже стоит поработать над этим, и вот пишет дальше магазин следующее, Не пожалейте ни минуты, если обратитесь в наш магазин и сделайте заказ, это отличного сорта, это люди, которые в жизни его не видели и не слышали о нем, иначе бы они свои были бы, вы знаете, что у меня есть свои статьи? Ну, их сколько? Порядка 400. Все это запятой написано моей рукой. Теперь смотрите сюда. Внимание. Итак, я бы вообще, у меня есть, это моё, как бы сказать-то, законодательная инициатива есть такой, которую никто никогда не выполнит. Запретить продажу саженцев в магазинах. Они уже перестали даже приживаться. Вот поступил, пока не продадут, уже мёртвый, мёртвый, а вы ещё купите. Вот этот момент надо запретить. Вот питомник. Так. Естественно, питомники все должны проверяться не этими продажными, а настоящими специалистами. Так. Вспомнить, что ГОСТ существует. Помните последний разговор там, а это опять было в этом кино, в свежем кино. 20-25 сантиметров эти, саженцы. А в нынешнем ГОСТе написано 1 метр. А кто должен за этим следить? Раз. То есть, а ещё лучше просто запретить магазин, чтобы вот человек приехал, питомник, и свеженький взял. Всё, только так, как Сергей приезжает. Можно сделать допуск 2-3 дня. Берёт Сергей, выкапывает, нанимает газель красно-краснерской 500 километров. Отвозит за 500 километров. Через час они уже разъехались по подачам. То есть, приезжают клиенты, они уже заранее заплатили. Вот это ещё допускается. Тем более, они всё в горшках. Всё. А иначе купили где-то в Италии, Испании. Я знаю, ко мне обращались с предложением, чтобы я купил крупные партии. Потом пока доехали, хранение. Всё понятно. Теперь, почему ещё? Теперь совет агроном. Если это сайты, и вы сдуру сюда зашли, окажется, что вы должны купить вот к этим саженцам, к этому академику. Считаем. Кальдивин, корень супер, гетероксин, эпином, НВ-101, хитозан, гитарная кислота, 7. Биомастер, сочная 8, оксидия 9, коровякман. Тоже покупать придётся. 10, конская сила 1, скуваткария 12, плантифит 13, циркон 14, экопин 15, суперфосат 16, удобрение 17, минокалорий, фосфат 18, гидрогель 19. Ну и что-то пропустил 20. Вот. Только ради этого вам лапшу довешили. Вот эту вот лапшу. О том, что у них якобы академик. Где они академик возьмут, когда это импорт? Импорт. Почему ещё говорю? Где-то в России. А где они находятся? Бывает в Ростове. В Москве очень много адресов московских. Правильно? В Петербурге очень много. Вот. Абрикоса один на 100 километров по одному дереву. Подчёркиваю, на 100 километров по одному дереву. А продают как местное. Вот. И так же, как черешки, перши. Садов нет. Ясно, что этого абрикоса, вот этого вот, в этом самом магазине, я имею в виду настоящего академика, нет? Продается нечто. Ну, понятно, что даже вот такого не получите. Вот этого. Зато, вы же в магазин пришли, вот это всё к вашим услугам. 19-е именование. Вот это вот и надо всё запрещать. Если этого не будет запрещено, садов не будет. И те маленькие, халкие питомники, вроде садов не будет. И те маленькие, халкие питомники, вроде, как я знаю, там, Филиппиев, Тотаров, Гостовские, вот, и Сергея Железова. Вот чуть ли не всё. И считайте, на этом всё заканчивается. Этих ещё выжить с рынка? А как вы хотели? Цену саженца предлагают. Шикарнейшую. Вот так вот. Должно быть только с питомником в руки. Это должно быть законодательно. Это важнее всех ГОСТов. В основном торгуют мероприятий.